Часовые судьбы и случая, те, что были, будут спрыть. Гибнут первые, гибнут лучшие, трудно первым не уцелеть. 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье на высоте 776 в неравный бой вступила 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 90 десантников в сутки держали натиск 2,5 тысяч вооруженных бойцов Басаева и Хаттаба. Тяжелый бой длился более 18 часов. Бойцы 6-й роты стояли насмерть, защищая родину. Они с честью выполнили свой воинский долг, дали достойный отпор противник. Нищая себя, они боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество. Если задуматься, ведь все они были тогда совсем, можно сказать, детьми. Потому что, не считая офицеров, это были 18-20-летние парни, в которых только начиналась их жизнь. И они эту жизнь, когда попали в самое пекло, то показали всему миру, на что способен русский солдат. Наши ребята не думали ни о смерти, не дрогнул никто, никто не отступил. Они защищали целостность нашей России и нас, живущих на этой земле. И, конечно же, они думали и знали и верили, что вот вырастет подрастающее поколение и сделают все, зависящее от вас, чтобы наша Россия была великой, могучей и свободной державой. Среди погибших пятеро парней из Брянской области. Это лейтенант Олег Ермаков, младшие сержанты Сергей Василев и Алексей Расказа, рядовой Александр Герд, Александр Трубинок. Четверо посмертно стали героями России. Александр Трубинок посмертно награжден Орденом Мужества. Дмитрий Газин, Сергей Дюков, Виктор Левченков, Брянск. Дмитрий Газин, Сергей Дюков, Виктор Левченков, Брянск.